Эфир телеканал ОТС продолжает программу экстренный вызов. В студии работает Ксения Смотрова. Здравствуйте. Смотреть сегодня. Большой брат следит. Преступление под прицелом камер или что попадает в объектив видеонаблюдения. Теперь под статьей рыбака будут судить за гибель приятелей. Точка кипения. Дорожные самураи хватаются за оружие и машут кулаками. Начнем с последствий жуткого ДТП, которое произошло 12 августа на улице Никитина. Это октябрьский район города. Тогда нетрезвый водитель Мерседеса влетел в киоск. Сегодня стало известно, что следователи будут переквалифицировать уголовное дело. Статью заменят на более тяжкую. Почти неделю медики спасали 43-летнюю женщину, попавшую в ДТП на Никитина. Продавца из искореженного киоска сразу забрали в реанимацию. Но, увы, она скончалась, не приходя в сознание. Еще от страшного удара на месте погиб парень, который в то раннее воскресное утро то ли просто шел мимо, то ли что-то покупал в ларьке. Неизвестно. К слову, сам водитель в аварии получил травму позвоночника, а его пассажирка – сотрясение мозга и рваную рану головы. По факту ДТП, произошедшему в Октябрьском районе Новосибирска, вознуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, поблекшее по неосторожности смерть человека. В связи с тем, что 18 августа скончался второй потерпевший, женщина-продавец киоска, в ближайшее время уголовное дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью. За рулем «Мерседеса» был 23-летний водитель. И, как уверяют очевидцы, молодой человек был сильно пьян. Киоск он уничтожил в районе 5 утра. Говорят, летел с огромной скоростью и не справился с управлением. А тем временем в Новосибирске продолжают искать беглого пациента психиатрической больницы номер 3. Сегодня в распоряжение нашей программы попали две цветные фотографии нарушителя режима. Поэтому показываем ориентировку еще раз. Посмотрите внимательно. Этот человек, быть может, крайне опасен. Разыскивается Андрианов Дмитрий Вадимович. Мужчина совершил побег из психиатрической больницы, куда под конвоем был доставлен по решению суда на принудительное лечение. Получается, уже пятый день этот человек на свободе. Будьте внимательны. Приметы на вид 35-40 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая. Был одет в синие джинсы с потертостями, футболку темного цвета, серую олимпийку, темно-синие кеды. Если вы его видели сразу, звоните в полицию. Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку сообщений в СМИ о девушке, пострадавшей в зоопарке. Инцидент произошел в минувшие выходные. Известно, что гостью зверинца сломала голень на аттракционе «Брейкданс». За Ельцовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту получения травмы посетителям аттракциона, расположенного в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шива, по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение. Из зоопарка пострадавшего увезла машина скорой. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Если действительно было оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, виновного могут лишить свободы на два года. К другим темам. Кражи, нападения, бурные конфликты обитателей городских окраин. Невыми свидетелями криминальной жизни города все чаще становятся камеры видеонаблюдения. Помогают ли они привлечь негодяев к ответственности? Об этом в следующем сюжете. Новенькая многоэтажка на улице Крылова, магнитные замки на дверях подъездов и калитках, охрана, участковый пункт полиции буквально за забором. Неудивительно, что велосипеды сыновей Елена Попова с чистой совестью хранила за пределами собственной квартиры. Как выяснилось, зря. И сейчас наш велосипед. В пять часов вечера обнаружили. Кто обнаружил? Но мы пришли, мы пришли, велосипеда нет, сразу стало понятно, что никто, ни другой не мог его взять. Женщина посмотрела видео с камер наблюдения в подъезде. Оказалось, они зафиксировали визит подозрительного юноши. Молодой человек в красной футболке последовательно посетил два подъезда, прогулялся на каждом этаже. В очередной раз он попадает в объектив уже с велосипедом в руках. Причем байк, как две капли воды, напоминает тот, что принадлежал старшему сыну Елены. Полицейские обещали найти воришку, но помогут ли им в этом камере, неизвестно. Пока жители дома пытаются своими силами вычислить незваного гостя и понять, имеет ли он отношение к кражам. Сбежал заключенный из колонии. Была информация о том, что он может находиться на каких-то заброшенных дачах в районе платформы 38-й километр. Они обращались, мы им предоставляли записи видеонаблюдения. Надеюсь, что это им помогло. Сотрудникам, соответственно, ГУФСИН поймать заключенного у нас, как я потом узнал, в связи с массовой информацией. Действительно, заключенный был найден и доставлен в соответствующее учреждение. Илья Моресов – запасливый хозяин. В его садоводческом объединении 8 камер установлены в 5 различных точках. Порой полицейские сами просят записи. Чаще, говорит председатель, найти нарушителей дачного спокойствия отчего-то не удается, даже при наличии видеофиксации. Но стражи порядка массовой уличной съемки рады. Как показывает практика, использование камер видеонаблюдения способствует нормализации терминогенной обстановки. С одной стороны, это способствует профилактике преступления. С другой стороны, с помощью видеозаписи с камеры часто раскрываются уже совершенные преступления. Как правило, речь идет о преступлениях имущественного характера. То есть, это такие преступления, как кражи, грабежи, мошенничество, также разбойные нападения. К заявлениям видео часто прикладывают сами жильцы. Из последнего – ночная сцена в Матрешкином дворе. Говорят, это был гоп-стоп. Неизвестные избили мужчину кастетом о том, что орудует прямо напротив объектива видеодомофона, похоже, компания не подумала. Что ж будет сюрприз? Но самым большим откровением стало то, что видеокамеры можно ставить и в квартире. Жизнь домушников-профессионалов из Казахстана никогда не будет прежней. Они до сих пор не верят, что их блистательная криминальная карьера закончилась так плачевно и нелепо. Анна Скок, Антон Мамаев, экстренный вызов. Потерявший в шторме товарищей рыбак пойдет под суд. Прошлым июнем трое друзей рыбачили на озере Малые Чины. Неожиданно погода испортилась, лодка опрокинулась, а люди оказались в воде. Один из приятелей погиб, второй до сих пор считается без вести пропавшим. Мужчина, который смог доплыть до берега, теперь обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Однако своей вины он не признает. Дело передано в Купинский районный суд. Продолжаем программу. Уснувшего на матрасе отдыхающего унесло течением АБИ. На помощь ему пришли очевидцы. Заметив дрейфующий матрас с человеком на борту, отдыхающий, конечно, сначала позвонили по номеру экстренных служб. Но дожидаться помощи не стали. Сами бросились на лодки на перерез пловцу. Район Матвеевки, ориентировочно, где маяк находится. Мужчина, отдыхая на матрасе, пока непонятным причинам оказался на фарватере, его сносят вниз по течению. Значит, туда направлен экипаж спасателей. Спасатели прибыли к финалу операции. Мужчину доставили на берег. По некоторым данным, он уснул на матрасе, так как был изрядно пьян. В соцсетях продолжают активно обсуждать возможную реформу в области хранения огнестрельного оружия. Пока депутаты Госдумы решают, нужны ли вооруженным людям дополнительные проверки, особенно медицинского плана, новосибирцы выкладывают очередной пост на эту тему. Внимание привлек вот этот мужчина с, предположительно, карабином Сайга на перевес. Говорят, инцидент начался на улице Кирова. Человека с ружьем якобы не пропустили во время движения по внутриквартальному проезду. Поэтому он приставил к голове оппонента ствол. Второй водитель не стал рисковать и дожидаться выстрелов, а вызвал полицию. Разгневанный смельчак на Порше быстро уехал. И завершаем программу тоже дорожными войнами. Подъем к Димитровскому мосту в Новосибирске не поделили водители КамАЗа и Фольксвагена. Начался бой. Показываем видео, как есть. В дополнительных комментариях оно не нуждается. На этом все. Информация о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону редакции 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. С вами была Ксения Смотрова. Будьте внимательны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. ОТС в сервисе Перст-ТВ.